Как реально замедлить старение организма? А для этого в первую очередь надо замедлить разрушение митохондрий, укрепить их работоспособность. Итак, старение неизбежно для всех, это очевидно. Но его можно ускорить, и сейчас почти все люди его ускоряют неимоверными темпами. Это и высококалорийное питание, это многоразовое питание, перекусы, избытки калорий и глюкозы, вредная химическая еда, сладким, убивают себя алкоголем, табаком, прочими ядами, экологически вредной обстановкой, быта, окружающей среды и мощным свободно-радикальным воздействием. А можно замедлить старение организма, и сейчас я вам расскажу об этом. Саркопения. Это возрастное уменьшение мышечной массы. Это очень характерный симптом старения всего организма. Лакмус. До 25-30 лет организм способен набирать мышечную массу, это возможно сделать, а запас ее, разумный, позволит вам с возрастом оставаться в тонусе. С 30 лет организм начинает терять мышечную массу в любом случае от 0,5% до 1% в год. Кстати, без витамина С невозможно замедлить разрушение мышечной ткани с возрастом. А вообще замедлить можно. Убрать полностью снижение мышечной массы, остановить невозможно. Учтите про витамин С от 1 грамма в день потребления, но натурального, ни аскорбиновой кислоты, ни синтетического. И, кстати, скоро выйдет с производства лучший, уникальный, 100% усвояемый витамин С, липосомальный. Что это такое липосомальная форма оболочки, скажем, хранения, донесения до каждой клетки того или иного вещества, посмотрите для примера. Мое видео про цинк или про витамин Д3, тоже в липосомальной форме, ну, для аналогии. И где-то с конца октября ждите витамин С. А потому, чтобы не пропустить, а видео об этом я обязательно сделаю, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить выход видео. Но разрушение мышечной массы ткани можно оттянуть, а старение отсрочить на десятилетие. Это возможно. Для этого, помимо прочего, необходимо замедлить разрушение митохондрий. Что такое митохондрия? Это наши энергетические станции организма. В них синтезируется АТФ, адмазинтрифосфорная кислота, основной источник энергии. Этот процесс происходит в митохондриях. Благодаря окислительному фосфорилированию образуется энергия за счет кислорода и глюкозы, поступаемой в клетку. Все так называемые старческие болезни развиваются из-за недостатка АТФ, той самой жирительной энергии. А значит, в том числе и при дефиците кислорода в клетках, и, конечно, из-за воздействия на них, на клетки свободных радикалов, которые разрушают эти наши здоровые клетки. Что нужно для приостановки старения? Для укрепления здоровья. Но в данном случае мы говорим о митохондриях, поэтому необходим таурин. Принимать его надо для укрепления митохондрий. Дефицита белка, а точнее аминокислот, протобелка, не должно быть. Я рекомендую протеин-4 в одном, в отличие от высокомолекулярных белков. И этот, состоящий из аминокислот, комплекс не вызывает реакцию антигена-антитела с образованием токсинов, таких как кадаверина, патрицинов и так далее. Чечевицу употреблять я очень рекомендую и глазерный овес. Но как правильно их, скажем так, приготовить? Вот посмотрите об этом в моих соответствующих видео про чечевицу и про овес. Теперь обязательно принимайте антиоксиданты. В наши дни так много свободных радикалов разрушают наши клетки. Кстати, воздействие свободных радикалов – это главная причина образования любого вида рака. Это как катализатор, организм просто не может противостоять. Потому необходимы антиоксиданты. Конечно, лучше всего принимать препараты профессора Исаева. Например, латалсиленом. Это комплекс омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, ЭПК и ДГК, самых лучше очищенных, идеальных, вместе с комплексом антиоксидантов. Ссылку и на видео, и на данный товар я оставлю вам под этим видео. Потом. Препарат Q10 липосомальный. Желательно и антиоксидант астексантин. Разумеется, принимать надо цинк. Витамин D3, его сейчас дефицит у всех. Плюс витамин К2. Далее, чтобы, скажем так, укрепить митохондрия, чтобы было больше энергии, соответственно, необходимы постоянные ежедневные физические нагрузки. Это жизненно необходимые условия для нормальной работы митохондрии. Постоянные. И самый большой враг здесь – это лень. И просто ходить недостаточно. Хотя, да, в идеале 10 километров в день. Не шагов, а 10 километров. И, конечно, физическая активность. Причем и обычная, и кардио. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Кто-то принимает синтетические гормоны. Ну, или любые иные. Так вот, любое внесение извне гормонов разрушает в отдаленной перспективе, конечно, организм, потому что в быстро-срочной перспективе это может помочь. Ну, вот тот же тестостерон. Но не принимайте его, я вам советую, если вы хотите быть здоровыми людьми и долго жить. Не обманывайте свой организм кофе. Это типа энергетики. Он не дает кофе энергию. Он забирает энергию. А почему вы чувствуете прилив сил? А потому что он возбуждает нервную систему. Это как резко испугать, или человек испытает стресс, у него будет учащенное сердцебиение, он сразу получит прилив энергии, скажем так. Но какой ценой? Ценой разрушения организма, ценой воровства потенциала энергии у организма. Поэтому кофе я советую не потреблять, это неестественно. Посмотрите мое видео о кофе, очень многое поймете. Ну, а теперь самое главное вещество. Есть такое вещество, есть абсолютно точно научные данные, проводились исследования, и это факт, что вещество под названием уралитин-А, если его принимать тысячу миллиграмм в день, он уничтожает поврежденные, слабые, полуживые митохондрии, и происходит процесс самоочищения. Ну, как по аналогии с любыми обычными клетками, есть такой процесс аутофагия, то есть самоочищение на клеточном уровне, который запускается, ну, вот этот процесс аутофагии при голодании. Только у митохондрии. Митохондрии, еще раз, это органеллы. Это составная часть, как орган любой в организме, так и органелла в клетке. Есть маленький орган. И, кстати, больше всего митохондрии где? В мышцах. Потому что мышцы совершают постоянно движения, сокращения, в том числе в сердечные, разумеется. И вот почему еще так важно мышцы держать в тонусе и сделать все для того, чтобы митохондрии были все живые, молодые, энергичные, если можно так выразиться. Так вот, уралитин-А, это продукция нашей кишечной симбиотической микрофлоры. Но проблема в том, что сейчас, в наши дни, когда у большинства людей есть воспаление в кишечнике, дисбактериозные состояния, Сибр, то есть синдром избыточно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника и прочие проблемы с кишечником, разные дисбиозы, то очень важно, в том числе для того, чтобы начал вырабатываться уралитин-А, который практически ни у кого сейчас не вырабатывается в должной мере из-за проблем с кишечником, которые сейчас поголовно у всех людей практически, да, есть, то очень важно привести кишечник в нормальное здоровое состояние. Это нужно нормализовать питание. Убрать из рациона питание сахара, сладкое. Обязательно принимать в гелеобразной форме фукус-натив, только такой, не сухой, это бессмысленно. Симбиотические бактерии пропионовые и вита и гель-сорбент с хитозаном применение в течение дня трех этих натуральных средств поможет восстановить работу симбиотической кишечной микрофлоры, ну, буквально за месяц, а у кого-то и за неделю-две. Конечно, еще раз подчеркну, надо наладить нормальное питание, убрать химию из еды никакого фастфуда и сладкого. Ввести в рацион псиллиум тот же будет хорошо. Кстати, это вещество, уролитин А, увеличивает потребление кислорода клетками более чем на 10%. Понимаете, насколько это важно в том числе для митохондрий? Ведь только благодаря кислороду происходит процесс окисления с образованием энергии, и в результате увеличивается, да, окислительное фосфорилирование. А потому уролитин А увеличивает силу человеческую, выносливость укрепляет мышцы, замедляет тем самым разрушение мышечной ткани, массы, и замедляет старение организма. Благодаря этому веществу синтезируются новые митохондрии. Итак, запомните, естественным путем выработка уролитина А тоже идет, но только у тех людей, у кого крепкая, здоровая кишечная микрофлора, нет никаких дисбактериозных состояний. Если вы принимали антибиотики, у вас уже нет этой возможности. Пока вы ее не восстановите, работу кишечной микрофлоры, комплексными мерами, о которых я только что рассказал. Теперь еще очень важный момент. Вы спросите, а где содержится уролитин А? Да, кое-где он содержится. Но опять-таки, еще раз, его усвоение зависит от здоровья кишечника. Во-первых, в грецком орехе. И потому вот грецкий орех, например, который очень хорошо сочетается, разумеется, с белковой и жирной пищей, то ешьте его либо пекан, но лучше всего грецкий орех. Ягоды в виде исключения, поскольку они все-таки сладкие, но тем не менее, малина и клубника содержат достаточно много уролитина А. Ну, скажем, протовещества, из которого уролитин синтезируется. Гранат больше всего содержит уролитин, но там много сахара. И тут вопрос двоякий. У кого кишечные проблемы есть, пока вы их не решили, по крайней мере, точно не потребляете гранат. Ну, а у кого как бы нет, в первой половине дня, скажем так, можно натуральный гранат, но не гранатный сок и сразу активная физическая работа. Хотя вполне обойдетесь и малиной, и клубникой, и грецким орехом. Ну, и еще, пожалуй, здесь последнее скажу в этой связи, что даже тем людям, у которых выработка уролитина А естественным путем кишечной микрофлоры была, в общем-то, в норме, добавление 500 мг уролитина А в сутки настолько увеличивало естественным путем выработку этого уролитина А совместно вот с этой добавкой, что замеры показали увеличение его в 6 раз в организме. И, конечно, это большое подспорье и замедление старения организма. Помните также вот еще о чем, что интервальное питание или, по-другому, интервальное голодание приводит к тому, что организм начинает самоочистку, запускается процесс аутофагии. Плюс к тому запускается синтез естественным путем гормона роста. Это гормон молодости нашей. И с 25 лет организм начинает все меньше и меньше вырабатывать этот жизненно важный гормон. Поэтому интервальное питание или интервальное голодание, видео об этом мое, посмотрите, ссылку оставлю. Это большое подспорье для здоровья. А все вместе, все вместе работают гораздо эффективнее, в разы лучше, эффективнее. Ну и еще раз, посмотрите все то, что я вам оставил под этим видео по ссылкам. Это очень важная информация. Смотрите и я советую конспектировать. Вообще не сложны все эти меры, которые однозначно дадут вам энергию, силы, здоровье. И тем самым вы замедлите старение организма. И потенциально у вас будет гораздо больше, выше шанс прожить здоровее и дольше по времени, нежели ваши сверстники, которые пустили все на самотек. Ну, естественно. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте надгар.ру. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.